МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии телерадио компании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Новой структуре предстоит решить немало проблем. В правительстве страны создается комиссия по развитию Арктики. Ее возглавит ее вице-премьер Дмитрий Рогозин. Работодателям рекомендуют соблюдать требования профилактики серьезных заболеваний. Персоналу ввести масочный режим. Эпидемии нет, но заболеваемость в городе продолжает расти. Они отстаивают свою точку зрения и убеждают в правоте своих доводов жюри. В городе прошли финальные встречи на Кубок по молодежным парламентским дебатам. Названы имена победителей. Управлением и развитием Российской Арктики займется соответствующая правительственная комиссия. Ее возглавит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Правительству предстоит в течение месяца определить состав новой структуры, которая должна будет отвечать как за социально-экономическое развитие региона, так и за решение вопросов национальной безопасности. Зачем потребовалась новая структура, расскажет мой коллега Денис Максимчук. Я еще когда работал в Брюсселе, постоянным представителем России при НАТО, тогда был свидетелем того, что в НАТО все громче звучали голоса о том, что НАТО должна прийти в Арктику. Якобы по причине следующей. Меняется климат, тают льды, расширяется календарь использования Севмор-пути, гражданское судоходство нуждается в защите, и оно, может быть, и должно быть предоставлено со стороны НАТО. Это один из первых комментариев куратора новой структуры. Вопрос о ее создании назрел давно. И внешняя угроза, о которой говорит Дмитрий Рогозин, лишь один из поводов. Задач у комиссии по развитию Арктики немало, и далеко не все они связаны с усилением обороны на северных рубежах. На территории общей площадью 21 миллион квадратных километров находится несколько арктических субъектов страны. Все они нуждаются в общей арктической государственной политике, в их числе и Ямал. Главный принцип – Арктику не нужно покорять, ее необходимо отживать. Этому правилу мы следуем очень строго. За несколько последних лет условия жизни в регионе значительно изменились. Активно строится жилье, детские сады, школы, больницы. Водятся объекты энергетики, транспортные, коммунальные инфраструктуры. Активное освоение Ямала началось в 60-х. С первыми буровыми в округ потянулись рабочие со всех уголков страны. Несмотря на экстремальные условия жизни, за 50 лет на Ямале выросли целые города. Именно трудности стали основой развития региона. Но до сих пор звучат разные мнения, как осваивать территорию дальше. За счет местного населения или привлеченного со стороны. Нельзя все время надеяться на чей-то героин. Нужно создавать условия, в которых человек во имя себя может помогать другим. Вот нефтедобыча на Сеере, она объективно создает ситуацию, в которой необходимо создавать и инфраструктуру, и рабочие места. Применять новые технические решения, которые в более благоприятных условиях не применяются. В ближайшие годы Арктику ждут большие перемены, а многое уже воплощается в жизнь. Индустриальное инфраструктурное освоение полуострова Ямала имеет без преувеличения общегосударственное значение. Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока еще малодоступные месторождения. Создать здесь дополнительные рабочие места, новые производства, центры переработки углеводородного сырья, что в свою очередь станет серьезным импульсом для социально-экономического развития не только Ямала-Ненецкого автономного округа, но и Урала в целом. В Западной Сибири, да, пожалуй, будет иметь практическое значение для всей России. Ямалу в северных широтах отводится особая роль. Здесь активно идет разведка и освоение шельфа, строится завод по переработке газа, арктический морской порт Сабета. Сегодня принято решение государством о строительстве трех новых ледоколов класса ЛК-60. Сегодня все решения позволяют нам успеть к тому большому росту грузопотока, который пойдет с ямальскими проектами, а это минимум даже в районе 2020 года, 25 миллионов тонн, иметь соответствующий ледокольный флот. Северный морской путь позволит по-новому взглянуть на экономику всех арктических регионов. Есть мнение, что этим вопросом новая комиссия займется в числе первых. Жесткая конкуренция на международном рынке перевозок – тот случай, когда медлить с инвестициями нельзя. Имея прибрежную инфраструктуру, мы будем иметь очень большое преимущество перед другими судовладельцами, перед другими, так сказать, странами, которые захотят этот путь освоить. Несмотря на санкции, европейцы по-прежнему готовы вкладываться в ямальские проекты. Так, осенью этого года на высшем уровне были подтверждены намерения французской «Тоталь» вкладываться в Ямал-СПГ. Между тем, по мере освоения Арктики все громче звучат вопросы экологии. Научная экспедиция «Ямал-Арктика» – она стартовала в 2012 году. Таких комплексных исследований, как «Ямал-Арктика», не проводилось со времен Советского Союза. Масштаб научных исследований сопоставим с масштабом нынешнего экономического освоения. Все эти факторы отяготят техногенную обстановку северных территорий. И это также одна из проблем, с которой придется столкнуться вновь с созданной комиссией по развитию Арктики. Охранять северные рубежи уже отправилась мощная группировка арктических войск. Денис Максимчук, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравлинка-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики «Ямала». На «Ямале» ограничивают продажу алкоголя и запрещают энергетики. В Законодательном собрании «Ямала» сегодня рекомендован к принятию в окончательном чтении соответствующий региональный закон. Он предусматривает полный запрет розничной продажи и распространения слабоалкогольных тонизирующих напитков. Под частичный запрет также попадут безалкогольные тоники. Их нельзя будет продавать несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских организациях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий для подростков и молодежи, а также в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Помимо этого рассмотрен закон по ограничению времени и мест продажи алкоголя. Так, продажа его будет запрещена в торговых объектах с 10 часов вечера до 10 утра. При этом ограничения коснутся и предприятий общепита. Практика показала, что ограничение времени продажи алкогольной продукции и запрет на ее продажу в праздничные дни оказывает благоприятное воздействие как на здоровье населения, так и на состояние криминогенной обстановки в округе. Полагаю, что коллеги-депутаты поддержат эти столь нужные для округа и муниципалитетов законы, сказал депутат окружного парламента Марат Абдрахманов. Добавлю, что законопроекты депутаты намерены рассмотреть на очередном заседании окружного парламента 18 февраля. Другим темам. За последнюю неделю в Муравленко рост заполеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями увеличился более чем на 17%. В городскую поликлинику обратилось более тысячи человек. Шесть муравленковцев госпитализированы. По-прежнему большая часть среди заболевших – это дети. В связи с подъемом уровня заболеваемости специалисты Роспотребнадзора разработали и проводят комплекс мероприятий по профилакции ОРВИ. Также они обращаются к руководителям предприятий и предпринимателям с просьбой соблюдать на рабочих местах минимальные требования профилактики респираторных заболеваний. Необходимо температурный режим в производственных помещениях поддерживать, чтобы он был стабильным, чтобы не было сквозняков, завесы и так далее. Воздушные завесы по промышленным предприятиям. По предприятиям торговли и общественного питания необходимо масочный режим, чтобы все, которые обслуживают граждан, сидели в масках и обслуживали. Я считаю, что это не только соблюдение личной гигиены, профилактика гриппа и так далее. А в Муравленковской городской больнице продолжают внедрять медицинскую информационную систему, основы которой составляют введение электронных амбулаторных карт в поликлиниках и электронных историй болезни пациентов в стационаре. Вся работа проводится в рамках реализации программы информатизации здравоохранения. Так, в стационаре уже завершено внедрение электронных историй болезней пациентов. А в женской консультации и стоматологии продолжается внедрение электронных амбулаторных карт. Она предназначена для автоматизации работы медицинского персонала в поликлиниках и быстрого получения необходимых данных об обследовании, лечении и наблюдении пациента из одного источника. Также электронная карта предусматривает возможность хранения всех необходимых в работе поликлиники документов, листков временной нетрудоспособности, данных о вакцинациях, результатов проф- и метасмотров, данных диспансерного наблюдения. В последующем мы планируем, что туда и рентгеновские снимки, компьютерная томография будет включена. То есть более оперативное оказание медицинской помощи пациенту и снижение документа оборота в бумажном виде. Писанины для врачей, вот такое вот. То есть это, конечно же, большой плюс. Деятельность активистов проекта «Народный контроль» и повышение цен на продукты питания стали основными темами для обсуждения на очередном собрании Клуба инициативных людей. За круглым столом встретились предприниматели, представители администрации, депутаты и общественники. Подробности у Эрнеста Бавшина. Повышение цен на продукты питания не должно носить бесконтрольный характер. Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры периодически проверяют торговые точки. Результаты подобных рейдов свидетельствуют о том, что для городов Муравленка и Ноябрьска не характерно резкое повышение стоимости продуктов. Муравленка тоже. Было проверено порядка около 10 объектов, насколько я знаю. И, по-моему, только на одном объекте было установлено небольшое превышение цен. Между тем, предприниматели города констатируют тот факт, что цены на продукты у заводов-изготовителей растут, как на дрожжах. Есть фабрики, где только за февраль отпускная стоимость увеличилась более чем на 30%. От 16 до 31%. 11%, 17%, 34%. Поднятие цен. А какой завод 34%? 34% – это Азовская кондитерская фабрика. Фише. До 30%. Наталья Трегубова назвала еще целый список заводов и фабрик, где из-за удорожания сырья, запасных частей для оборудования, тары, значительно выросли закупочные цены. Соответственно, растут цены и в магазинах. Чтобы в такой ситуации хоть как-то поддержать незащищенные слои населения, в округе с 1 марта начнется реализация проекта «Забота». Льготным категориям граждан выдадут дисконтные карты, по которым можно получить скидку в магазине. Написано заявление 8 предпринимателей, что составляет 15 магазинов, 1 фотосалон и 2 парикмахерские. На входных дверях магазинов, участвующих в проекте, наклеят специальный стикер. Что касается размера скидки, то сейчас обсуждаются цифры от 3 до 5%, но при желании предприниматель может ее увеличить. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В школах города появились копии Знамени Победы. Такой подарок общеобразовательным учреждениям в объявленный на Ямале год защитников Отечества сделали депутаты окружного законодательного собрания. Копии Знамени Победы передал руководитель фракции КПРФ на Ямале Олег Клементьев. Они являются точным воспроизведением штурмового флага, возведенного 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в Берлине. На Ямале копии Знамени Победы появятся в 150 школах. Это необходимо для того, чтобы и школьные музеи, и преподаватели могли воспитывать наших детей в духе патриотизма, в духе преданности своему Отечеству. Для того, чтобы защищая свою родину, наши дети знали, что они защищают родину своих предков, которые под таким Знаменем Победы одержали именно победу над фашизмами в 1945 году. Продолжаем выпуск. День молодого избирателя, ежегодно проводимый 15 февраля, в Муравленко отметили интеллектуальными играми. На протяжении 7 лет в городе в этот день проходит кубок по парламентским дебатам «Северный простор». Встречи по традиции прошли в молодежном ресурсном центре. За выступлениями команд наблюдала моя коллега Анастасия Попова. Мы считаем, что выборы в молодежный совет нецелесообразны. Эта тема стала одной из самых спорных и одновременно финальной в городском кубке по парламентским дебатам «Северный простор». Выступающим необходимо было отстоять свою точку зрения и убедить судейскую коллегию и зрителей в том, что их мнение является верным. Участники поделились на две команды. Одни уверяли пришедших в том, что наиболее верное и действенное решение – это прямые демократичные выборы. Другие говорили, что необходимо отобрать представителей в молодежный совет посредством косвенного голосования. Прямые выборы всегда более честные, более открытые, более демократичные и привлекающие гораздо большее количество людей. Но, на мой взгляд, команда оппозиции не сумела этого доказать. Хотя там есть ребята, у которых опыт проведения этих молодежных выборов есть. Подготовка к турниру началась задолго до его проведения. С участниками занимались лучшие тренеры города и специалисты по работе с молодежью. Ребята говорят, что дебаты – это совсем не простое увлечение, но обязательно пригодится им в жизни. Мне, как человеку, работающему на сцене, это помогает критическое мышление, ораторское искусство. И вообще знать о областях, в которых я не сильна. То есть дебаты учат этому. Светлана Фаридонова и Артем Гаспарян в финале противостояли команде около физмата. Но их старания успехом не увенчались. Первое место заняли Антон Андреев и Ахмедхан Алхаматов. Кроме того, во время дебатов выбрали четыре лучших спикера. Все участники и победители награждены грамотами и денежными призами. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго и отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok